Какой возраст считается оптимальным для рождения ребенка? Почему важно следить за здоровьем? И какие ошибки часто совершают подростки, вступая в отношения? Эти вопросы обсудили на конференции по теме «Репродуктивные установки современной молодежи». Участие приняли врачи, педагоги-психологи и студенты. Если 20 лет назад по статистике возрастом рождения первого ребенка был 21 год, со временем он увеличился до 25, а на сегодня составляет 28-29 лет. Почему врачи заостряют внимание на этот возраст? Возраст вступления в отношения это 16-17, а возраст первого дня рождения это 28-29. И 13 лет свободного полета, как сейчас говорят, это тот период, в который наши дети, и мальчики, и девочки в принципе, умудряются наделать глупостей, переболеть кучей заболеваний, возможно сделать прерывание беременности нежелательной, потому что в этом возрасте они еще не хотят рожать, они все чего-то достигают, и это сейчас явно выражено. И к моменту первого дня рождения мы выходим на таком исходном нездоровье, что 10% пар имеют бесплодие. На конференции отметили, что у подрастающего поколения есть четкая тенденция желание обсуждать вопросы полового воспитания с родителями. Однако они, выросшие в период вакуума информации, не готовы к таким беседам с детьми. Неприятная тенденция, что все больше и больше детей вовлекаются в виртуальные отношения с них знакомцами, которые склоняют их к такому рискованному сексуальному поведению. И дети начинают присылать фотографии интимного характера. И такие случаи мы наблюдаем даже и между самими детьми, между подростками. Поэтому, несмотря на то, что на дворе 21 век, с подрастающим поколением и не только, проведение бесед и консультаций по половому поведению и воспитанию остаются актуальными. Милена Алексеева, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Национальное телевидение Чувашия.